Мой опыт двух гражданств, он очень, кстати, интересный и познавательный. И сейчас я хотел бы рассказать вам об этом. Здравствуйте, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Я гражданин Австралии, но я и гражданин России. И когда я уезжал из России, как многие из вас, я думал, я рву поповину, я, короче говоря, был своего рода месть берсерка и карбонария. Ребята, которые следуют Навальному, тут вообще отдыхают по сравнению с теми чувствами бунтарства, которые взрывали меня изнутри. Но со временем, когда я получил австралийское гражданство и со временем, когда я оброс жирком не только на моих щеках и животе, но и финансовым таким жирком, со временем я научился думать более расчетливо. Да, это бездушно, да, это более холодно, но я научился думать с выгодой для себя и с выгодой для людей, которые меня окружают и которые следуют в какой-то мере, я надеюсь, хоть кто-то следует моим советам. Я для себя сделал вывод, что те люди, которые приезжают сюда, им лучше бы, пуповину-то не рвать, им лучше бы использовать обе возможности, оба паспорта. Речь не идет только о России. Речь идет о любой стране, откуда вы приезжаете. Всегда выгодно иметь два паспорта и всегда эту возможность можно использовать. Например, я думаю, что многие страны или, по крайней мере, части этих стран для России, это Москва, это места, где вы в действительности можете сохранить свои деньги, сохранить свои активы и обеспечить себе запасной аэродром, если хотите, на всякий случай. Дело в том, что речь-то уже и не идет только об Австралии, России. Речь идет о любой другой западной стране, не только западной, и той страной, откуда вы приезжаете. Ну, наверное, пространство бывшего Советского Союза до Израиля, да? Ну, может быть, Германия отчасти, Чехия, Польша немножко. То есть там, где живут и находятся русскоязычные люди, ну, вы, дорогие друзья, по ту сторону этого замечательного экрана. И здесь, я думаю, первое, есть глобальная такая точка зрения. Такие люди, как я, как бы мы ни относились к той стране, куда мы приехали, и к той стране, откуда мы приехали, эти люди являются послами доброй воли. Я замечал, что многие даже неординарные, такие неоднозначные личности, которые, ну, достаточно фанатичные, приезжая в страны послами и живя, изучая литературу, культуру, жизнь стран, где они живут, они становятся друзьями этой страны, друзьями этого народа. Не всегда режима, но режим это все наносной на самом деле. И все эти послы, в конце концов, становятся даже шпионы. Вот самое удивительное, даже шпионы и то, как-то с теплом вспоминают о тех странах, против которых, в общем-то, они работали. Получается, то ли они работали против них, то ли они наработали за них. Тут вообще не понять. Посмотрите просто исторически всех этих людей и посмотрите, как они, собственно говоря, проводили политику известности и в какой-то степени благожелательности, даже если изначально они служили другими целям. Так же и мы. Представьте себе, приезжают сюда десятки, сотни тысяч человек из тех стран, которые они, может быть, они недолюбливают. Но посмотрите, люди, которые получили беженство из Китайской Народной Республики, какие-то там уйгуры, а в основном ханьцы, то есть сами китайцы, а все равно они к своей стране относятся, к своему народу относятся. Хорошо делают все, чтобы были связи между этими государствами. Но ведь то же самое происходит и с другими народами, и происходит и с нами, с вами. Поэтому это в интересах, это в интересах, я думаю, и России, если мы говорим Россия, это как страна, с которой вы приезжаете, в интересах России, в интересах Австралии, чтобы больше вас было и лучше вы были, то есть чтобы вы были грамотные, культурные, необозленные люди, которые несут частичку лучшего из своих стран и делятся этой частичкой с той странной, к которой они приезжают. И для этих людей это важно, потому что они оставляют какую-то оболочечку, оставляют какие-то связи, оставляют какой-то комфорт, какие-то ощущения, к которым они привыкли. И поэтому я бы сейчас все-таки, понятное дело, что бизнес есть бизнес, и я, по идее, должен вас культивировать, какую-то антипатию к тем странам, откуда вы едете. Но ведь, дорогие друзья, ведь те же самые взять поляки, чехи, и французы, и немцы, которые едут в Австралию, и которые кто-то хочет эмигрировать сюда, очень много таких поляков и немцев, кто-то хочет заработать здесь, и поляки, и украинцы, и итальянцы, и греки, которые потом возвращаются. Все эти люди едут сюда массами, так что я не пострадаю от того, что сделаю вот такой жест доброй воли в сторону тех стран, которые поставляют, грубо говоря, мне студентов, и поставляют студентов в Австралии. Но если смотреть на индивидуальные заботы, то есть заботы вас, конкретных людей, я бы сказал, что мудрая политика и мудрое поведение очень многих ребят, которые с Украины, с России приезжают, вот эти вот люди, они получают максимум. Они имеют возможность инвестиций, они имеют огромные возможности, когда опираются сразу на две точки, не только на Австралию. И они полезны для Австралии. Я не говорю про какие-то бизнес-контакты и контакты со стороны спецслужб, а научная деятельность, а деятельность по правильному подбору персонала, потому что в хорошие времена, ну не сейчас, но в будущем они опять, наверное, вернутся будут такие времена, вы сможете привозить предприятиям и фактически давать Австралии то, что Австралии нужно. Людей, которые смогут сделать Австралию лучше. Не забывайте, что Австралия вообще построена эмигрантами. И даже вот эти вот англо-ози, которые приехали здесь как заключенные, охранники, проститутки, воровки и так далее, эти люди тоже пришли, это люди тоже эмигранты, просто они приехали не 30 лет тому назад, а 200 лет тому назад, и не по своей воле, а в кандалах. Но это тоже эмигранты. И поэтому построена Австралия была, и в основном она была построена после Второй мировой войны, когда сюда приехала масса эмигрантов, эмигрантов, итальянцев, греков, югославов разных, потом других каких-то народов Европы, а потом и не только Европы. Это люди, которые построили вот это все, что здесь есть, все, что здесь находится, построено именно их руками. И вы, эти самые люди, которые должны дать лучшее и постоянно брать лучшее из своих стран и отдавать это Австралии. От этого не обеднеют ваши страны, вы сами, от этого только преуспеет Австралия. И вы будете гордиться тем, что вы сделали, и Австралия будет гордиться и вами, и теми людьми, которые живут в странах, откуда вы приезжаете. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, что работа вот так вот на два лагеря, на два фронта, это самое лучшее, что вы можете сделать вот в этом общественном плане для Австралии, для всех нас. И в первую очередь вы это сделаете для себя, ваша значимость от этого повысится, а ваша значимость, поверьте мне, это всегда и деньги, и если уж мыслить этими категориями. Спасибо.